Павлодарцы снова страдают от насекомых. На этот раз горожан одолевают не комары и мошки, а мухи. Двукрылые атаковали два садоводства и близлежащий поселок. Местные жители практически не могут выйти на улицу. Наш корреспондент Майя Шуакбаева в буквальном смысле считала мух. Ловушки для мух. А толку-то нету. Почти 20 лет отдала этой даче в садоводстве Реченко пенсионерка Валентина Илюшина. Но последние несколько лет на участке превратились в кошмар. Полчища мух не дают садоводам житья. Это кошмар. Я вообще хочу даже бросить эту дачу. Честно вам говорю. Но невозможно тут жить. Они же покоя не дают. И кусают, и садятся. Неприятно же. Они всю заразу переносят. Дошло до того, что дачники по 15-20 тысяч тенге тратят на ящики с дихлофосом. Сейчас это самый дефицитный товар, как и клейки и ленты. Но даже они не спасают. Вот в трех местах у меня висит. И все равно не спасают? Ну нет, конечно. Все равно залетают. Особенно вечером вот здесь проползают поднизу. Мухи в еде. Мухи на улице. Нельзя ни полить огород, ни прополоть грядки. Мухи были всегда, но последние несколько лет их стало слишком много. Страдают от насекомых и пишут письма в Экимат несколько тысяч дачников и жителей двух садоводств и поселка Женаул. Это электрохлопушка, потому что их настолько много, этих мух. И это обычная хлопушка, если хлопаешь, они же кишки разлетаются, ну как, потом мыть вот это вот. А это вот она, воздухи током ее бьет, она падает. По словам местных жителей, особенно много мух становится вечером, когда с очистных делают сбросы. Вот, видите, как их много. Настоящий рой. О честных и канализационных стоках метров 50 от дач. Вечером по окрестностям разносятся сероводородные амбре от выбросов. Как раз после них, особенно в безветренную погоду, мух можно даже услышать. Они роятся в воздухе. Я так считаю, что водоканал не считает это проблемой. И считает, что если мы хотим жить на своих дачах, и это, как говорится, спасение утопающего, дело рук самого утопающего. Компания «Монополист» о нашествии мух знает, но в причинах не разбирались. Предполагает, что увеличение популяции насекомых вызвал аномальный зной. Дезинсекция на очистных проводится ежегодно. К сожалению, санитарные правила не устанавливают четких критерий в кратности обработки. Все зависит от текущих санитарно-эпидемиологических и энтомологических показателей. И в этой связи наше предприятие сейчас проводит конкурсные процедуры с целью определить потенциального поставщика этих услуг и провести дополнительную обработку. На повторную дезинсекцию «Монополист» готов потратить миллион тенге. Ее проведут, когда найдется подрядчик, готовый за эти деньги потравить мух. Майя Шуакбаева, Асхат Амамбеков, Павла Дар, Первый канал Евразия.